здравствуйте меня зовут лела сергеевна джахадзе я врач акушер гинеколог перинатального центра при 24 больнице и сегодня мы с вами поговорим про артериальную гипертензию или гипертонию как ее иногда называют во время беременности напомню что повышением артериального давления в период беременности да и не только во время беременности считается повышение давления до 140 и 90 миллиметров штуртного столба или же есть еще одно правило которое мы иногда применяем это правило плюс 30 плюс 15 когда мы говорим о том что повышено давление в том случае если она увеличивается по сравнению с сходным на 30 миллиметров систолическое артериальное давление и на 15 диастолическое во время беременности артериальное давление достаточно часто может быть повышено но это не одно и то же заболевание это совершенно разные нозологические формы и мы сейчас попробуем разобраться когда же вообще может повышаться давление и как это потом влияет на течение беременности и родов первое о чем мы поговорим это хроническая артериальная гипертензия это та гипертензия то есть повышение артериального давления либо до беременности либо до 20 недель беременности это говорит о том что у женщины есть уже ее собственное заболевание это может быть патология такая как гипертоническая болезнь либо заболевание почек или щитовидной железы которые приводят к тому что цифры артериального давления увеличиваются до 140 и 90 либо же тогда мы говорим о хронической артериальной гипертензии да как я уже говорила и женщина обязательно должна быть консультирована у терапевта у кардиолога нужно обязательно проводить суточный монитор и мониторинг артериального давления при помощи аппарата смат и в зависимости от того какие цифры насколько давление повышается в ночное или в дневное или время мы фиксируем повышение артериального давления вам будут выписаны определенные препараты контролирующие цифры давления и помогающие не только контролировать ваши цифры но и контролировать кровотоки в маточно-плацитарном звене по помощи доплерометрии вторая форма артериальной гипертензии во время беременности это гистационная артериальная гипертензия когда у женщины начинает повышаться давление уже после 20 недель беременности но при этом у нее нет протеину ри то есть она не теряет белок вместе с мочой эта женщина наблюдается также как и женщина с хронической артериальной гипертензии тоже мы проводим консультацию терапевта кардиолога проводим суточный мониторинг артериального давления и снижаем давление если она у нас чрезмерно повышена под контролем доплерометрии то есть контролируем не только состояние мамы но и состояние малыша в условиях проведения антикипертензивной терапии и препараты которые применяются во время беременности для снижения давления вовсе не те которые мы применяем обычно у небеременных пациенток поэтому прежде чем начать прием любых препаратов пожалуйста проконсультируйтесь с доктором и он вам выберет тот препарат который будет вам полезен и не вреден вашему малышу ну и самое сложное и грозное осложнение во время беременности одним из симптомов которого тоже является повышение артериального давления это конечно же преэклампсия преэклампсия это сочетание генерализованных массивных отеков протеинурии то есть потери белка с мочой больше чем 0 3 грамм в сутки или в однократной порции мочи но есть естественно тот симптом который мы сегодня с вами говорим это повышение давления выше 140 и 90 миллиметров штукного столба преэклампсия является очень грозным осложнением беременности который может отразиться на течение и беременности и родов может осложнить также и послеродовые отдаленные прогнозы у женщин у которых была преэклампсия достаточно не очень благоприятные они могут в дальнейшей жизни страдать заболеваниями сердечно-сосудистой системы сахарным диабетом метаболическими нарушениями и детки которые рождают рождаются у мам спреэклампсии тоже имеют определенные неблагоприятные отдаленные прогнозы поэтому это осложнение требует обязательно госпитализации доктор обязательно должен вам назначить дополнительное обследование которое позволит ему выработать адекватную тактику ведения тактика ведения беременных преэклампсии в основном основывается на сроке в котором мы фиксируем это осложнение и на степени тяжести если мы говорим о тяжелой преэклампсии то все что вам нужно должен сделать доктор это стабилизировать состояние пациентки и обеспечить ей быстрое но бережное родоразрешение для того чтобы уменьшить осложнения со стороны мамы и со стороны ребеночка если мы говорим о преэклампсии средней степени тяжести в недоношенном сроке до 34 до 36 недели беременности то эти пациентки госпитализируются в родильный дом и под строгим наблюдением доктора беременность у них может быть пролонгирована на определенный срок пока мы не будем фиксировать тяжелую степень преэклампсии когда будем вынуждены родоразрешать этих женщин если же мы говорим о том что преэклампсия развивается средней степени тяжести но срок у нас доношены то роды должны быть проведены у этих женщин достаточно быстро потому что срок при этом уже доношены ребенок себя чувствует хорошо его выносить будет не абсолютно никакого труда не будут доставлять доктора осложнения со стороны мамы в условиях преэклампсии у них до могут быть достаточно тяжелыми если мы говорим о том что у нас просто артериальная гипертония во время беременности хроническая или гестационная при этом у нас нет протеинурии то наблюдаться эти женщины могут амбулаторно но должны соблюдать определенные правила первое что должна обязательно делать женщина это контролировать свое артериальное давление примерно три раза в день вы должны измерять давление и принимать те препараты которые вам были назначены второе что обязательно нужно делать это контролировать белок в моче еженедельно раз в семь дней вы должны сдавать общий анализ мочи и если доктор фиксирует какие-то изменения вам нужно будет обязательно потом уже до обследоваться и сдать мочу на суточную потерю белка как нужно собирать мочу для того чтобы правильно стать этот анализ я и результаты были правильными чтобы доктор их мог интерпретировать вам обязательно должен доктор заранее рассказать ну и конечно же не забывайте следить еще и за своим малышом ктг контроль после 31 32 недель еженедельно раз в семь максимум 10 дней это то что должна делать женщина не только с артериальной гипертонии но и в принципе в эти сроки беременности любая пациентка должна контролировать своего малыша доктор должен контролировать именно при помощи кардиотокографии всего вам доброго